Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан. В студии Патимат Ханапова. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях дня. За чертой города соблюдением всех правил и условий. В каких городских локациях будут закалывать жертвенных животных через минуту? С чего такое внимание? Ремонт внутрипоселковой дороги обсудили на федеральном уровне. Туристы прибывают и с ними иногда случаются неприятности. В одной из дагестанских гостиниц об окрале уроженку Волгоградской области. Бесплатная медицина все еще есть. Третья городская больница Махачкалы не перестает удивлять доступными услугами и качественным медобслуживанием. Сотрудники мэрии Махачкалы ознакомились с ходом подготовки к празднику Курбан-Байрам. Представительная делегация чиновников в администрации осмотрели выделенные для совершения обрята жертвоприношения за чертой города участки в районе ипподрома вдоль трассы Махачкала-Каспийский торгового дома Киргу. Отметим, что ранее у мэра Салмана Дадаева прошло совещание по вопросам организации мероприятия. Городоначальникам были даны соответствующие поручения по данному вопросу. С 9, 10, 11 числа в целях обеспечения безопасности будет привлечение силы средства МВД, МЧС, также будет в каждой точке по одному пожарному расчету, также будет подвоз питьевой и технической воды для обеспечения условий для проведения праздников мероприятий Курбан-Байрам. И в основном, сейчас в данный момент окажется тоже администрация помощь силовыми средствами МВД Махачкала для благоустройства и для обеспечения полными необходимыми средствами для того, чтобы провести праздник Курбан-Байрам. Праздник Курбан-Байрам проводится Духовным управлением в тесном контакте с ветеринарной службой. Все требования со стороны ветеринарной службы и Духовного управления выполнены, то есть у владельцев животных будут справки, электронные справки системы. Поэтому горожане могут спокойно приходить и приобретать животных вращения. Также на каждом пункте забоя будут специалисты, которые будут проводить мониторинг клинического состояния болезней животных и следить за правилами утилизации биологических отходов. В этом году праздник Курбан-Байрам приходится на 9 июля и для всех жителей города Махачкалы с 9 по 12 июля в городе Махачкала предусмотрены несколько локаций, несколько мест для того, чтобы любой человек мог прийти и совершить обряд жертвоприношения. Первое, это недалеко от торгового дома Киргу на территории конно-спортивного комплекса «Зебра», на территории Махачкалинского ипподрома между Каспийском и Махачкалой и также на территории строящегося духовного центра имени пророка Иса Алейхиссалам. Так же, как и в прошлых годах, в этом году подготовка проходит совместно с администрацией города и на местах есть все условия для того, чтобы любой человек мог прийти и совершить обряд жертвоприношения. Также в этом году для тех, кто не может прийти и лично совершить обряд жертвоприношения, есть уникальная функция. Фонд «Инсан» создал условие, в котором любой человек может через приложение фонда «Инсан» или же через сайт, или же, сделав звонок, поручить совершить обряд жертвоприношения представителю фонда «Инсан». Представитель фонда «Инсан» совершит за вас обряд жертвоприношения и, по вашему желанию, может доставить часть мяса к вам домой. Оставшуюся часть мяса фонд «Инсан» доставит нуждающимся людям. Позаботилась мэрия города и об утилизации отходов после обряда жертвоприношения. Первый зампред правительства региона Манвел Мажонц в режиме видеоконференции принял участие в личном приеме граждан, который провел помощник президента России Андрей Фурсенко. В рамках приема жителям села Нижний Джангута Юсупом Абдулаевым была озвучена просьба о содействии проведения ремонта автомобильной внутрипоселковой дороги по улице Юсупа Акаева. Первый вице-премьер доложил, что вопрос о ремонте муниципальной дороги уже взят на контроль правительством Дагестана и проработан совместно с администрацией Буйнакского района и региональным министерством транспорта. 800 метров протяженности улицы, средняя ширина дорожного покрытия 5,5 метров. В этом году ремонт этой улицы запланировал. Финансовые средства выделены из республиканского бюджета. Это субсидия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения. На данный момент подготовлен проект ремонта этой дороги, он прошел экспертизу. Конкурсная документация подготовлена, передана в комитет по закупкам. В ближайшие дни, в понедельник, закупка будет объявлена. Мы планируем в августе заключить договор с победителем конкурсной процедуры. Запланировано в финансовых средств 7,4 миллиона. Андрей Александрович, Юсуп Севрождинич, мы рисков в исполнении данной программы не видим. Помощник президента рекомендовал завершить ремонтные работы до 1 ноября текущего года. В Дагестане введен особый противопожарный режим. Как сообщает прислужба МЧС республики, с начала года на территории Дагестана зарегистрировано более 600 случаев загорания сухой растительности и мусора. На период действия особого режима запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов в лесах. На территориях садоводческих и дачных обществ и вблизи жилых домов и построек. Сотрудники МЧС, городской администрации и волонтеры напоминают, что огонь – это стихия, способная забрать жизни людей и нанести серьезный урон лесному фонду. Сегодня сотрудниками отдела надзора деятельности и профилактической работы номер 1 по городу Махачкава совместно с официальной администрацией проведены профилактические мероприятия в Иртавском лице. В рамках пожароопасного веселья летнего периода, когда ежегодно увеличивается количество возгораний сухой травы. Сегодня с людьми были проведены беседы, также был розан агитационный материал. Были также в местах скопления людей, таких как беседка, развешан агитационный материал. Убил и закопал. В Калмыкии завершено расследование дела об убийстве 51-летним жителям Дагестана двух человек на животноводческой стоянке в январе этого года. Тело одного из мужчин обвиняемый спрятал в синяке хозяйственного двора, а второго закопал в загоне для животных. Также он похитил имущество своих жертв, 40 голов скота и три мобильных телефона. Оружие и патроны он хранил у себя дома в Дагестане, а украденный скот продал. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд. Полицейские махачкалы вернули туристке похищенное имущество. 53-летняя жительница Волгоградской области, отдыхающая в одной из гостиниц столицы, обратилась в полицию с заявлением о краже ноутбука и мобильного телефона общей стоимостью 75 тысяч рублей. В результате по подозрению в совершении преступления был задержан 50-летний махачкалинец. Мужчина в содеянном сознался и рассказал, что проник в гостиничный номер через незапертую дверь балкона. Полицейские обнаружили похищенные гаджеты и благополучно вернули их владелице, а на правонарушителя возбудили уголовное дело. Я, когда подошел в гостинице Кастре, я хотел выпить. Мне плохо было. У меня наваждение идет. Наваждение, мне кажется, что за мной следят какие-то бандиты, убийцы. Чтобы мне психику успокоить, мне надо выпить. Я из-за этого, думаю, где же мне взять. Увидел я окно открытое. Я залез на второй этаж качки. Чтобы никто не видел. Я думаю, если там кто-то будет, я убегу обратно. Ну, я вижу, вроде бы никого. А в качестве что? Я взял ноутбук и взял телефон. И все, и сразу ушел. А с похищенным что вы сделали в итоге? Я залазил за тысячу рублей, чтобы выпить, побежать, выпить поскорее. Проснулась я где-то в полседьмого и стала искать телефон, чтобы посмотреть время. Стала искать, не нашла. Потом смотрю на кровать, а там ни ноутбука, ни телефона, ничего нет. Только розетки, эти зарядки лежат. Все, и я побежала искать, как вызвать полицию. А в итоге дело все закончилось замечательно. Мне нашли, вернули телефон. Я очень благодарна. Это просто что-то такое на грани фантастики. Времени на операцию меньше, а восстановление быстрее. И все это бесплатно. Хирурги 3-й городской клинической больницы проводят успешные операции по удалению грыжи с использованием уникальных технологий. К слову, это не единственная медицинская услуга, оказываемая лечебным учреждением. Именно поэтому клиника востребована у большого количества пациентов. Продолжение темы в сюжете наших корреспондентов. Удаление большой грыжи через маленькие проколы. Суть новой методики – провести хирургическое вмешательство не с помощью открытой операции, а через небольшие сквозные отверстия. Работа проводится посредством эндоскопа. В него монтирован видеоконтроллер, который для хирурга как вторая пара глаз. Сейчас первая у нас операция. Мы выполняем оперативные вмешательства на желудке. В общем-то, у нас грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Мы ее корригируем у пациента. У этого метода много преимуществ. Сокращается время самой операции и реабилитационного периода. Кроме того, такие вмешательства можно применять и к пациентам старшего поколения, которым открытые операции на аркуз часто бывают противопоказаны. 97% всех вмешательств, проводимых в стенах третьегородской, проводятся именно по этому методу. И самое главное, пациенты довольны. Все спрашивают, почему именно эта больница. У меня спрашивали многие, почему именно эта больница. Я говорила, я не знаю почему, но я хотела эту больницу в первую очередь, потому что я сюда приходила на консультацию, с хирургами общалась, и их подход, как они смотрят, как они советуют, что делать, что как. Это тоже понравилось. Всем рекомендовала бы, потому что, не знаю, персонал и сами врачи очень хорошие и отзывчивые. Патимат Магомедова перенесла 8 операций по пубочной грыжи. Проходили они в самых разных клиниках России, но не помогала. Через каждые полгода происходил рецидив. Женщина признается, что всегда тяжело отходила после вмешательства. Девятую по счету операцию женщина решила провести в третьей городской больнице по новой методике. Говорит, не зря. Проснулась, вот как стеклушка. Реально я проснулась, такое ощущение было, что я его не делала. Утром меня в палату привезли. Тот же день я встала, там я не могла вставать тоже. Я 3-4 дня лежала, ходить тоже, ну все время в поясе. Вот сейчас вот я на боку могу лечь на все. Ну они тоже сказали, что больше ты к нам не попадешь. Надежда только на это. Важно отметить, что медицинская помощь в стенах больницы оказывается бесплатно по полису ОМС. И не только по профилю хирургия, но и по кардиологии, неврологии, терапии и гинекологии. Ну ежегодно мы проводим порядка 700-800 операций. Эта операция преимущественно малоинвазивным доступом. Мы ее строили, строили эту работу, строили по самым строгим и по самым современным требованиям, которые предъявляют к европейским клиникам. И за этот период, это порядка более 4 лет, нам удалось выполнить достаточно большой спектр вмешательств. Внедрили мы очень много малоинвазивных хирургических операций, онкологических операций в том числе. Мы тут оперируем в том числе и гинекологию малоинвазивным доступом. Все варианты оперативных вмешательств выполняем. У нас есть достаточно опытные гинекологи, совместно с ними работаем. В лечебном учреждении представлены все необходимые виды диагностического обследования, в частности компьютерная томография, УЗИ, стоматологическая помощь, а также эндоскопическое исследование. Благодаря поддержке Министерства здравоохранения Республики Дагестан и Фонда обязательного медицинского страхования в этом году оказывается бесплатная медицинская помощь. В больнице работают 163 человека, из которых 56 приняты в этом году в связи с увеличением государственного задания. Больница гордится своим кадровым потенциалом, среди которых работают доктора и кандидаты медицинских наук. В этом году у нас приняты сотрудники, врачи, имеющие опыт работы в Санкт-Петербурге, в Москве, Липецке, Ставрополе, Самаре и других городах. Всего на базе медицинского учреждения около 300 койко-мест. С начала года в больнице прошли лечение более тысячи пациентов. Батима Тханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкало. 30 лет назад наш земляк бросил вызов самому себе и отправился бороздить океаны. Сегодня первую кругосветку Евгения Гвоздева вспоминали в историческом парке «Россия. Моя история». Здесь открылась тематическая выставка, на которой собрались представители Русского географического общества, журналисты и те, кто знал его лично. Они вспоминали о настоящем подвиге дагестанского Магеллана. Напомним, Евгений Гвоздев отправился в долгожданное кругосветное путешествие на суденышке «Лена» длиной 5,5 метра. Непростое плавание продлилось 4 года и стало первым в истории человечества кругосветным одиночным путешествием на яхте класса «Микро», которое удалось завершить благополучно. 50 пар стали участниками массового забега в Дагестане. Соревнования, посвященные Дню Семьи, Любви и Верности, прошли в Махачкале. Принять участие в спортивной акции смогли родители с детьми до 12 лет. Дистанция забега – 1 км. Все участники, добежавшие до финиша, получили медали, а также вкусные подарки для детей и сертификаты об участии в забеге. На этом у меня все. Смотрите наш выпуск также в социальной сети ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин